посмотрел запись стрима обозревание обзорная на лекции по хоррорам меня сильно удивило твое мнение касательно фильмов шедевральных им хори астера и роберта эггерса что дескать это проходная унылая херня однако посредственное кинцо как бабадук тебе зашло бабадук с моей точки зрения он из той же опера абсолютно что и фильмы эггерса и астера только чуть чуть менее претенциозная то есть реинкарнация это ну иди ко вторичные меня то есть она в плане сюжета полный ширпотреб то есть в плане сюжета реинкарнация она объективно просто хуже бабадука чтобы бабадук более-менее оригинальные реинкарнация это просто блять ну я не знаю спрос коллекция клише хоррорных притом поданных не иронично значит реинкарнации от которые хередитери она была локализована как реинкарнация на русский язык просто срань солнцестояние это вообще не хоррор это просто эта хуйня про объебосов блять снятая ради картинки эггерс ведьма эггерса просто полная срань люди которые заняты аналитикой фильма ведьма эггерса это люди которые блять не смотрели фильм я в этом убежден побольше большинство рецензентов просто не стали смотреть ебучую ведьму и въебали ей 10 из 10 это единственное объяснение ну что это дико унылая хуйня ни о чем при этом там постоянно рассказывается про блять этот фильм освещает тему блять паники нахуй социальной паники вокруг блять ведьма блять в ранне американских колониях нахуй вы блять ебанутые ведьма фильме ведьма балан блять настоять там по сюжету там есть ведьма это был бы социальный комментарий про про блять социальную панику и блять блять общественную да про массовую истерию если бы там блять не было ведьмы фильм заканчивается тем чтобы буквально прилетела ведьму этих гибанула нахуй а дочка стала колдуньей летать начала блять рядом с костром вы жопой блять эту хуйню смотрели это ж говно там в конце пролетела ведьма детей перехуярила всех блять буквально его показали там голая бабка блять ебучая свалилась потолка пизданула блять всех детей какая нахуй пани какой блять это не социальный комментарий это кричи фичи это блять кричи фи это это кричер фичер блять это на уровне гуманоида из глубин блять социальный комментарий нахуй пиздец паника необоснованно ведьма не ведьма так ведьма ведьма понимаешь паника то обоснованно значит паники то нет никакой то есть social panic подразумевает что типа по это блять объекта страха то его не существует блять так как блять сатанистская паника восьмидесятых когда сатанистов не было блять никаких а паника была речь-то об об этом нахуй фильме ведьмы ничего из этого нет блять так это каждая вторая сука рецензия на ебучую блять ведьму эггерса это вот блять про то что вот блять это паника паника блять социальная паника на да нет там нихуя этого блять в это выдумали в своей сраной голове блять вы блять смотрели к эту хуйню у себя в голове вместо фильма фильм говно тем временем может быть выпить же сценарий написали бы если честно душа идея блять про социальную панику а прикана вторичная очень душа была закруйся был блять в вот эта вся хуйня была отснята хуй знает когда блять уже получала вся своя оскара блять вот но как бы все равно там была бы какая-то идея в этой хуйне идеи нет она вся блять про мрачную картинку блять луна лес блять это баба в красном по лесу ходит блять козел блять нахуй смотрят блять из-под лобби типа она про фильм весь про картинку понимаете что это блять на уровне блять солнцестояния там блять или мэнди еще какой-то хуйни которую ты сидишь блять и просто вылупив глаза смотришь блять на статичные блять по полу статичные нахуй ебу юбаные блять картинки и ракурсы блять это полная хуйня я блять такое не смотрю терпеть не могу это говно в бабадуке сюжет хотя бы есть блять ведьми нихуя нет блять это хуй блять сбежали от преследования блять в новоанглийские колонии в северной америке где их ёбнула ведьма все блять это весь сюжет это буквально все что есть в этом ебаном фильме в ёбаный ведьме буквально слово в слово не происходит нихуя кроме того что я только что перечислил семья долбоебов съебались от религиозного преследования в новую англию их там ёбнула ведьма это буквально сука весь сюжет вы это понимаете в бабадуке событий больше блять там больше происходит вещей поэтому лучше чем блять ведьма ведьма кал как и добрая блять половина нахуй фильмов тарковска не половина больше половины просто не происходит нихуя фильмах что-то должно блять происходить моушен блять пикча моушен движение нахуй муви от слова тумув блять двигаться сука блять падла двигайся нахуй блять тык тык блять двигайся сука блять ты когда приходишь маленький в зоопарк блять там животные сидят блять нихуя не делают ты же закономерно чувствуешь и тебя наебали блять также и с фильмами ты блять прежде заплатил за фильм нахуй ну блять двигайся говно хуйня блять двигайся нахуй мне ракурс дерево вот вот такой вот блять на 15 минут нахуй мне луна блять в фильме я могу блять на улицу выйти ее посмотреть недалеко я могу блять вы чуть-чуть топ-топ ножкой блять два шага и вот посмотреть блять луну ебаную блять и деревья и тропинку и лесок все на свете блять нахуй мне фильм то для для того чтобы медитировать на луну блять блять в своем нахуй уме фильм он должен показывать блять события там должен двигаться блять я понимаю что кино визуальный жанр я когда говорю что этот фильм про картинку в плохом смысле я имею виду что он про блять статичную нахуй картинку ариастера такая проблема только в солнцестоянии в в реинкарнации конечно такой проблемы нет в реинкарнации проблему дух другая в реинкарнации проблему потому что сюжет дико мудацкий блять просто вторсырье какой-то ебаная блять субпродукт нахуй значит они фильм вот в плане именно фабулы сюжет и сценарий дико неинтересный там ровно одна охуенная сцена есть когда короче ну типа они поехали и девочки голову нахуй снесло то есть это было заебись выполнено но блять подпиздон 100 рублей сука как же заебали с этой ведьмой бля нереально скучная параша про мэнди вообще молчу ебаный кал на два часа два блять даже орущий кейдж не спасает а сцена с бензопилами пропадает кислотные ебаные говнище без негатива смотри про мэнди частично согласен но мэнди пизжи ведьма подуша в мэнди блять николас кейдж вращает глаза глазами блять и орет нахуй там есть несколько прикольных моментов там есть блять сырный блять этот гремлин нахуй в телевизоре там есть сцена где он блять николас кейдж в труханах вбегает блять значит и садится на парашу начинает водку хлестать она охуенно снятая вот я обращаю ваше самое пристальное внимание когда николас кейдж внезапно начинает орать камера чуть-чуть отдаляется в этот момент потому что оператор не знает что делать с николасом блять кейджем то есть то там четкий момент вот когда он валивается блять в эту ванную короче с бутылкой начинает хуярить блять и потом там блять пучит глаза в этот момент камера дг вот ну и еще конечно сцена там было несколько еще прикольных сцен короче в фильме да но мэнди держится на николасе кейджи этим принципиально мэнди отличается цвет из иных миров несмотря на похожую эстетику и на наличие николаса кейджи цвет из иных миров он держится несмотря на наличие в нем николаса кейджи блять а вот мэнди держится благодаря николасу кейджу по сути вот а ведьма просто кал блять скучный ни о чем все да она конечно интереснее чем маяк блять пишу маяк это вообще пиздец блять хотя сложно сказать может быть маньяк чуть-чуть получше я так сейчас думаю же маяк все-таки он держится на перформансе а блять этого не даниэль дефо как вас это блять вильяма дефо ну кстати патиссон тоже очень хорошо сыграл хороший актер такое ощущение что те не фильм не понравился а критики тебя выбесили ну да я чел да приятно познакомиться убер маргинал я делю фильмы не на хорошие плохие точнее ну то есть деление на хорошие плохие она для меня существует но она не с неважно и она нет не жми интересует фильм я делю фильмы прежде всего на переоцененные и недооцененные его тоже между этими двумя полюсами находится и вот ведьма это типичный переоцененный фильм может быть если бы критики его сосрали я бы обратил внимание на то что он например хороший он хорошо снял там актер хорошо играют а блять диалект например тогдашний английского языка передан охуенно и так далее но мне-то на все это насрать души критики этому фильму так надрать натрачивают блять блять сука последние пять лет что я я не могу просто вот это все видеть я вижу в этом фильме отсутствие того что заявлено в каждом нахуй анонсе и каждой рецензии этого фильма вот что я вижу прежде всего то же самое с реинкарнации то же самое блять с мидсомером маяком блять и все и вот эту хуетой блять сука мэнди кстати тоже в меньшей степени так что до критики меня выбесили определенно потому что критики создают фильм по сути дела да все вот фильм после того как он создал съемочной группой там режиссером актерами и так далее его доделывают уже критики по сути они потому что они создают модус перед модус перцепции для этого фильма они создают настрой с которым мы входим в процесс просмотра трудно быть богом колы или не халты про книгу или про фильмы если про фильм то по какой ты наверно про фильмы про фильм германа ну мне такой не нравится но если честно трудно быть богом немного попизже чем ведьма эйгерса с моей точки зрения макия что касательно маяка эйгерса не вот еще посмотрел по твоей рекомендации изданные дьяволом супер посредственные примитивная концепция того что там протагониста это зло было еще при рожденных убийцах и пустоши ясно что это не но там это значительно оригинальный преподнесено я так не считаю значит касательно маяка маяк это ремейк зеленого слоника я так считаю не иронично я в жизни не поверю блять что автор маяка не смотрел зеленый слоник это повторюсь это не шутка нихуя моя абсолютно серьезная позиция что блять маяк это фильм снятый под гигантским влиянием блять зеленого нахуй слоника потому что это тупо один и тот же фильм ты же он тоже про говно там тоже два каких ледь долбоебы сидят хуй знает где травят байки ни о чем абсолютно вот только зеленый слоник он немного по пизде потому что там вот этот скажем так примитивизм он без при претенциозности подан то есть без там черно-белого фильтра вот этой все тупоры и хуйни ни о чем про изгнанные дьяволом изгнанные дьяволом нихуя не примитивный изгнанные дьяволом идеальные с точки зрения блять что операторской работы что актерской игры что блять написание сценария при этом он блять авторский с четким авторским видением не меньше чем у эггерса или ариастера вот но при этом он блять динамичный там на экране чё-то происходит блять там дохуя отсылок отсылки расставлены не рандомно то есть никак в не знаю доказательстве смерти или еще очень в этом роде а вот расставлены именно в тему так далее это блять один из бля идеальных фильмов вот причем это именно что авторское кино но он конечно не такой пиздатый как например первый крик а нет я все-таки чмо а